В Сочи на строящейся олимпийской трассе Адлер-Красная Поляна пробили первый тоннель протяженностью около 3 километров. Его бурили с двух разных сторон и сегодня торжественно соединили две половины. Всего на трассе будет 6 таких тоннелей, а первые пассажиры смогут воспользоваться дорогой в 2013 году. Репортаж Сергея Пикулина. Этот объект, который включает в себя несколько тоннелей и совмещенную автомобильную и железную дороги, должен связать международный аэропорт Сочи с горнолыжными трассами в Красной Поляне и Олимпийским парком в Амеретинской низменности. Сегодня 15-километровый участок железнодорожного полотна новой совмещенной дороги инспектировали вице-премьер правительства России Дмитрий Казак, председатель координационной комиссии по подготовке зимних олимпийских игр 2014 года Жан-Клод Кили и президент российских железных дорог Владимир Якунин. На матрисе это такой небольшой состав, который железнодорожники называют рельсовый автобус. Комиссия доехала до самых тоннелей. Это вообще первая, можно сказать, экспериментальная поездка. Мягкостью хода и качеством полотна остались довольны все. Я занимаюсь подготовкой Олимпийских игр с 92-го года. Везде есть важные и сложные объекты. Но поверьте мне, такого, как в России, то, что сейчас делают российские железные дороги, я еще не видел. Проект совмещенной автомобильной и железной дороги предусматривает создание шести тоннельных комплексов. Их общая длина превышает 26 километров, из которых больше 10 – это железная дорога. Сегодня сбойка произошла сразу в двух тоннелях – автомобильном и железнодорожном. Представители комиссии соединили тоннели контролируемым зарядом. Те новые технологии, которые были нам использованы, позволили сократить общую стоимость проекта на 30 миллиардов рублей. Особое внимание при строительстве уделяется экологии, ведь это одно из главных условий Международного Олимпийского комитета. Здесь даже грунтовые воды очищаются и вновь используются в строительстве. Этот объект должен быть готов и полностью сдан в эксплуатацию в 2013 году. Но до того момента, как по этим тоннелям пойдут поезда с туристами и спортсменами, важная транспортная артерия будет использоваться для перевозки грузов. Сегодня строители заверили, что сроки сдачи будут соблюдены точно. Сергей Пикулин, Александр Полянский, Александр Боровиковский. НТВ, Сочи, Краснодарский край.